В нижнем городе трудовой доблести Тагили, а точнее на 12-м километре южного подъезда к нему, в девять с половиной часов утра приключился смертоносный лобовой таран, в котором никто из участников не был виноват, ибо виновник с места замеса свалил. Декорация такая. По южному подъезду в сторону села Никола Павловского катилась Лада Приора, пилотируемая трезвым 35-летним рулевым. На 12-м километре трассы, где из достопримечательностей только светофор, Приора вот стал неаккуратно перестраиваться и тем самым создал помеху попутному красному Рено Логану 2008 года выпуска с 98-ми питерскими номерами, ведомому 35-летним пилотом. Водитель из культурной столицы с 11-летним стажем кручения-верчения баранки и, как сказано о нем в гаишном пресс-релизе, в нарушениях ПДД замечен не был. Вместо того, чтобы бить в хвост нарушителя на попутной Приоре, счел за лучшее увернуться от удара на чужую. И это имело бы смысл, если бы трасса была пустая. Но в 10-м часу утра на южном подъезде машины были. И выскочивший на чужую Логан лоб в лоб вонзился в первую встречную синюю Киа Спектра 2007 года выпуска, в которой ехали двое. 73-летний дедушка за рулем и его 14-летняя внучка на заднем сидении, пристегнутая ремнем. Оба они жили в поселке Ново-Азбест. В результате лобового тарана увечья получили оба пилота, и киянки, и реновации, и 14-летняя школьница из Киа Спектры. Ее 73-летний дедушку оказался слишком стар для таких потрясений, и он, немного погодя, скончался в Тагильской больнице. Участником также явилась еще одна машина, Влада Приора, водитель которой не предоставил преимущества в движении, в результате чего произошло столкновение. Принятыми разыскными мерами данный водитель был установлен, задержан, мимо оказался мужчина 87-го года рождения. Произведено освидетельствование на момент задержания мужчины был трезвый. На данный момент проводится проверка по причинам и обстоятельствам возникновения дорожно-транспортного происшествия. Про пилота Приоры, в этот раз оказавшегося трезвым, известно, что он неоднократно попадался на нарушениях ПДД, а недавно был пойман гаишниками и отказался от освидетельствования в дудку, за что суд ему выписал по 12.26 КУАП 19 месяцев лишения прав. Приоровод вердиктом Фемиды остался недоволен, потому обжаловал его, так что пока решение суда в законную силу не вступило. После отлова виновник смертельного замеса признался инспектором, что действительно совершил перестроение и обогнал Логан, который по его признанию вильнул, но типа столкновения Рено с киянкой он не видел и не слышал, потому и поехал дальше. Ну понятно, сейчас все эти обстоятельства будут уточняться специалистами, но осядет ли приоровод за ДТП, в котором не участвовал, это решат следствие и суд. Хотелось бы напомнить всем водителям, что участники дорожного движения должны оставаться на месте ДТП, ни в коем случае нельзя уезжать, нельзя убирать машину. За УЕС место дорожно-транспортного происшествия предусмотрена административная ответственность в виде лишения специального права управления, либо административного ареста на срок до 15 суток. Но в случае подчинения тяжкого вида здоровью, либо гибели, это может быть этих чащим обстоятельством по уголовной статье.